Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии И сегодня гостем в студии является руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круменя. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно, конец года. Хотелось бы уже какой-то сделать наш эфир, посвященный тому, что вообще происходило в Латвии в этом году. И буквально вчерашняя новость о том, что этот год в Латвии, скорее всего, станет самым теплым за всю историю исследований. Что сейчас с января по ноябрь средняя температура была плюс 8,7 градуса, а до этого самым теплым годом был 2015, и там было плюс 8,4 градуса с января по ноябрь. То есть, если все идет такой же тенденцией, то и декабрь будет теплее того декабря, и, соответственно, 2019 будет самым теплым годом в истории. Мы можем говорить все-таки о том, потому что есть все еще скептики, что глобальное потепление есть, и на Латвии оно тоже сказывается прямым образом? Ну, если мне смотреть с своей профессиональной точки зрения, анализируя данные, которые у нас есть, сохранены, то, конечно, в последние десятилетия климат, он меняется всегда, но особое интенсивное изменение климата проявляется именно в последние десятилетия, и это все очень-очень тесно коррелирует с данными, которые мы там... Ну, также анализируется о загрязнении атмосферы, о том, какое влияние на целом земной шар, на его атмосферу оставляет то, как человек живет в этой среде, и, ну, в таком плане опровергать, конечно, это, ну, невозможно почти, что я могу сказать. Да, я знаю, что очень многие говорят, что это только политические или какие-то другие цели или причины, да, почему о этом говорит, но данные все-таки это опровергает, хотелось бы сказать. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, также можете писать нам по WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Ну, и Латвия в целом же считается, вот если мы немножко начнем вот с этой позиции, вы сами упомянули загрязнение воздуха, Латвия же считается в целом зеленой достаточно страной по европейским меркам, по общемировым меркам, и конкретно о загрязнении воздуха нам, наверное, беспокоиться не так стоит, или все-таки я не прав? Если так в целом очень-очень глобально смотреть, да, то, конечно, Латвию мы можем называть регионом, где воздух относительно чистый, но для того, чтобы перемещалось загрязнение воздуха, рубежей не существует, никаких рубежей в высоте мы не можем построить, и влияние человека в атмосфере, оно глобально, где оно реально не было, не осуществлялось это загрязнение, оно все-таки оставляет свой след на весь земной шар, и процессы в атмосфере, они тоже не имеют никаких рубежей, воздушная масса перемещается, несет за собой это загрязнение, и влияние человека мы чувствуем и здесь, ну, то же самое, как мы можем говорить, что и у погоды нет рубежей, да, то же самое и в этом плане мы можем говорить, что для изменения климата нет рубежей. То есть можно вспомнить даже пример Чернобыля, Чернобыльской катастрофы, когда это радиоактивное загрязнение перемещалось по всей Европе и ряд стран? Ну, любой такой, такая ситуация, какой-то инцидент мы можем преследовать в очень-очень большом масштабе, и да, вот в таком плане мы никак не можем говорить, не можем быть застрахованы, или, да, быть уверены, что у нас, мы не почувствуем какого-то такого проявления. Ну, что мы можем делать, не знаю, как люди и как страна, чтобы уже закрыть эту тему и перейти, не знаю, больше к погодным условиям, потому что, ну, как обычно, тоже аргументы, которые я там вижу в интернете, что, ну, Латвия, там, производства у нас почти нет, оно маленькое, оно не такое загрязняющее, то есть мы как страна сильно помочь, там, мировому сообществу не можем, еще более озеленится, как люди, ну, да, мы там, не мусорить, ничего такого, но в целом большого влияния мы все равно не оказываем, или все-таки это не аргументы, нужно что-то делать? Ну, это, в целом, конечно, это не аргументы, и, ну, в любое такое, если смотреть в любое направление, то можно найти, где мы также можем работать, производить, или делать какие-то другие наши хозяйственные работы, действия какие-то, в таком направлении идти, чтобы мы загрязняли меньше, чтобы мы оставляли меньше влияния на эти процессы, ну, любое, то же самое, транспорт, переходить на виды транспорта, которые меньше загрязняют атмосферу, то же самое, например, как мы отходы своим сортируем и так далее, то то же самое, если мы начинаем что-то, может, делаем, производим что-нибудь, все равно есть возможность и в этом плане стать более экологическими, более такими, которые оставляют меньше влияния, то же самое, как мы, например, сейчас сезон отопляем свои дома, и в то же самое время, насколько они энергоэффективны. Также, ну, любой предмет дома, там, или это чайник, или это плита какая-то, эффективна ли она? И так много, многих, многих разных мелочей, которые мы можем найти, да, и если это не будет делаться везде, во всем земном шаре, она во всем земном шаре, да, то, ну, не может или одна, не знаю, ну, любую страну взять, никому не хочется с чего сказать, но или это будет Гермалия, или только Швеция это будет делать, вот они приведут к тому, что в целом на земном шаре изменения климата будут как-то уменьшаться или уже останавливаться этот негативный процесс. Ну, в таком случае, извините, Олег, у нас звонок есть в студию, давайте мы его примем, наденьте, может, наушники. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Про изменение климата, массы, передвижение воздуха и машины, это все понятно. А скажите, пожалуйста, когда у нас вода вот в море будет потеплее, хотя бы на градус или на два? Спасибо. Спасибо. Так, более практические вопросы касательно глобального потепления. Принесет ли это нам какую-то выгоду? Потому что некоторые говорят, что вот мы тогда, если произведут потепление, сможем пальмы, он будет у нас в Майами, ну, то есть будет теплое море, пальмы расти, будем... Да, конечно, это один, это так называемая адаптация к изменениям климата, и умно планируя, умно организуя свою деятельность, мы где-то можем, конечно, и выигрывать в том, что эти климатические изменения происходят. Если, например, на Южную, Центральную Европу часто бывают вот эти очень интенсивные волны жары, то мы, может быть, в этот период можем предлагать европейцам, приезжайте, пожалуйста, отдыхать на побережье Балтийского моря, где в этот период, может быть, нет этой жары, где погодные условия приятнее для того, чтобы отдыхать и не мучиться от этой жары. И в то же время у нас же есть и вода, и есть, конечно, эти прекрасные песчаные пляжи, где можно отдыхать не хуже, чем на Средиземном море. Да, конечно, это Балтийское море, это Север, есть еще разные локальные, такие кратковременные какие-то процессы, которые нам могут как бы и помочь, и в то же время, может быть, не настолько благоприятны в этой ситуации. Одно из таких, например, так называемый апвеллинг или очень интенсивное понижение температуры воды в Балтийском море при определенном направлении ветра. Мы знаем, когда ветер дует с берега, то у нас, к сожалению, вода холодеет, и это часто совпадает с периодом, когда у нас самая максимальная жара. Это такой один из минусов, но тоже с ним надо как-то уметь жить вместе. Может быть, где-то для таких ситуаций надо строить бассейны, чтобы несколько вот этих дней можно было отдыхать и купаться у бассейна, а потом опять ситуация меняется, у нас вода становится теплее, и можно опять купаться в море. У меня, все-таки, возвращаясь к предыдущему, я хотел закончить там один вопрос. Все-таки, если мы говорим о том, что всем странам нужно соблюдать определенные какие-то порядок, условия для того, чтобы изменился климат, не может быть так, что вот есть несколько стран, которые соблюдают, остальные нет, и таким образом какая-то ситуация не выровняется. Есть ли инструменты какие-то, ну, не знаю, у Всемирной метеорологической организации, у ООН, для того, чтобы повлиять на страны, заставить их соблюдать какие-то определенные, ну, вот, правила сортировки мусора, там, уменьшение выброса СО2 в атмосферу и так далее? Конечно, это все делается в глобальном масштабе. Мы раньше слышали очень много такой, так называемый, протокол Киота был. Сейчас это Парижское соглашение несколько лет обратно, которое было... Из которого США сейчас служили. Ну, к сожалению, да. Конечно, вот это отдельные большие страны, которые еще, как бы, не соблюдают все эти правила и, как бы, ну, не идет со всеми остальными странами в одно направление, ну, сразу этот процесс где-то, конечно, тормозится и не происходит так интенсивно, как мы бы хотели этого. Но я думаю, что раньше или позже все равно и эти страны поймут, что они не могут... Ну, не будет ли это слишком поздно? Ну, это уже, да, это будет, конечно, очень-очень тяжелый вопрос, да, и я в этот момент вряд ли решу его или скажу что-то такое очень влиятельное, но это, конечно, уже их решение, и, ну, к сожалению, мы на них подействовать можем очень как-то ограничено, но нет у нас таких интенсивных инструментов. Еще один у нас звонок, давайте мы его выскушаем. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире. Ну, значит, не получилось. Вы попробуйте нам перезвонить, мы вас не слышали, может быть, получится. Просто перейдем уже тогда из таких глобальных, тем более локальным. Буквально, вот это моя личная такая боль, два дня назад уже по всей Риге лежал снег. Я уже готовился к тому, как скоро начнется рождественские праздники, я там поеду к брату на санках покатаемся, и вот сегодня выхожу на улицу, снега совсем нет. Скажите, если это... Это все-таки достаточно краткосрочный прогноз, там, на ближайшие недели. Мы можем рассчитывать на хороший, красивый снежный покров? Или вот такая температура около нуля и останется, и ничего не надеется? Ну, если говорить в таких масштабах, которые мы, синоптики, называем прогноз средней продолжительности, да, но это в целом где-то неделя, 10 дней, ну, максимум 2 недели, то стабильно зимних погодных условий, к сожалению, в этот период мы ждать не можем. Прогноз говорит о том, что у нас будет такая очень неустойчивая погода, и вот опять могут быть несколько дней, суток, когда у нас устанавливаются как зимние погодные условия, где-то выпадает больше снега, где-то, может быть, будет его меньше или почти что не будет совсем. Но за этими днями опять к нам вернутся более теплые воздушные массы, и опять это все будет таять. Ну, это то, что характерно последней зимы и для нашего региона. Ну, Рождество, вот если так говорить, вот конкретно про Рождество, можно ли предполагать, что снег будет? Или это слишком, это 3 недели, слишком далеко? Ну, 3 недели, да, ну, в целом, конечно, какая ограниченная, но все-таки есть информация и на такой период про конкретные дни или там рождественский вечер, говорить что-то, это, конечно, очень-очень рано еще, но в целом прогнозы говорят о том, что все-таки, ну, температуры будут ближе к этой отрицательной температуре, что большая вероятность того, что установится все-таки мороз, хотя таких стабильно морозных погодных условий пока что нет, и, например, ну, такой явной тенденции того, что температура будет ниже нормы, и мы очень с уверенностью можем говорить, что в этот период будет зимнее погодное условие, сейчас нет. Все-таки есть вероятность того, что сохранится вот этот период все еще, когда какие-то теплые дни чередуются опять с прохладными и снежными днями, и вот этот процесс неустойчивости. И это, получается, тенденция последних лет, то есть я давно уже не помню такой хорошей зимы, чтобы, ну, пару лет назад, мне кажется, был такой хороший снегопад, но в целом, видимо, так и будет в будущем. Ну, если вот анализировали именно вот последние годы, очень много работали в этом направлении, как у нас меняется климат, и то, что мы можем говорить про это, то в целом, да, у нас в нашем регионе больше всего климатические изменения оставили свой след именно в зимний период. Температура зимнего периода повысилась больше всего. То есть лето теплее сильно не стало, зато зиму мы потеряли. Ну, стало и лето теплее, да, но и зима стала намного теплее. Меньше это может проявляться в осенние и весенние периоды. Здесь как бы эти изменения не настолько интенсивные. Ну, и в связи с тем, что зима становится намного теплее, это приводит к тому, что у нас стабильно морозные периоды становятся все более короткие, что они бывают зимы, когда они вообще не устанавливаются. У нас были такие, даже уже в этом столетии были такие зимы, когда у нас стабильно зимних погодных условий не было. Хотя они чередовались потом и с зимами, когда у нас был глубокий снег, продолжительный снег. Но, как я говорила, вот такие ситуации уже намного реже. В целом, средняя толщина снежного покрова у нас в зимний период, она все уменьшается. Хотя вот эти экстримы, они все еще на том же уровне, как и раньше были. Но это мы можем говорить, например, про зимы 2008-2009 года. Потом 2009-2010 года зима тоже была довольно суровая, снежная. Продолжительно сохранялся снежный покров и очень такой большой снежный покров. Если помним, также уже начало 2013 года, когда зимние погодные условия сохранялись до начала апреля. И, конечно, потом был очень интенсивный этот снег таял, был очень интенсивный поводок. Но вот такие экстримы, все они могут быть. И это и одно из проявлений изменения климата. Но ведь это же очень проблемно для сельхозпродукций, для растений. В принципе, была какая-то история, я помню, мне кажется, в прошлом году или в позапрошлом, когда снег не выпал, из-за этого раньше зацвели какие-то плодовые растения, после чего снег все-таки выпал и убил эти растения. И были сильные проблемы в вырожае. Есть ли какая-то возможность для, не знаю, сколько это уже входит в вашу сферу деятельности, но есть ли какие-то возможности для фермеров подготовиться к таким вещам? Конечно, будет все тяжелее пережить вот такие суровые какие-то экстримы, потому что мы к ним не привыкли. Если раньше, например, часто были такие ситуации, когда стабильно устанавливались зимние погодные условия, был такой довольно суровый мороз, человек был привыкший к этому, и он знал, ну, как бы с таких элементарных вещей, как с утра одеваться и выходить из дома. А если у нас сейчас, ну, то же самое взять молодое поколение, редко будет видеть сильный интенсивный мороз, и в ситуациях, когда столбик термометра опустится ниже отметки минус 25, минус 30 градусов, может быть, да, то им уже это может быть, правда, оставить большое влияние, потому что они не знают, как в этой ситуации себя надо вести. Ну, а если говорить уже про сельскохозяйственную деятельность или какие-то другие отрасли нашего хозяйства, то, конечно, ну, это опять надо говорить о том, что нам надо адаптироваться, может быть, нам надо искать такие сорты, которые могут пережить и вот такие изменения климата. Их надо, может быть, выводить, работать научно в этом направлении, чтобы создать такие сорты, но это надо уже смотреть в очень таких детальных каких-то. или надо опять искать что-то такое, где, может быть, уже в мире что-то есть, и мы это можем использовать и работать в этой осрасли у себя. Вот не кажется ли вам, что раньше все-таки погода была более стабильной, то есть, когда наступала зима, то есть, приходил мороз, и он оставался до весны, а сейчас наступают такие перепады погоды, когда зима вдруг снова сменяется такой более осенней погодой, дождями снова ударяют морозы, то есть, в этой нестабильности, вот в чем причина вот этой такой нестабильной погоды? Потому что, ну, на моей памяти мне казалось, что раньше было все-таки более все плавно. Нельзя сказать, что и раньше не было таких перепадов и в зимние сезоны, но они были более редкие. Сейчас мы уже перешли к тому, что у нас как бы нормой становятся вот такие перепады, и уже реже бывают ситуации с стабильными процессами, зимними, если так смотреть. Но это, как я уже начала говорить, да, что это одна из тенденций нашего климата, что вот зима становится теплее, и в связи с этими, конечно, они более неустойчивые, и меньше наблюдается так называемые зимние дни, когда температура стабильно, все сутки сохраняется ниже отметки 0 градусов, у нас стабильно стоит мороз. Таких дней у нас меньше становится, как с другой стороны зимой, летом, извиняюсь, у нас все чаще и чаще такие очень жаркие дни, очень жаркие ночи, например, так называемые тропические ночи, когда столбик термометра не опускается ниже отметки плюс 20 градусов. Так что, ну вот это вот именно и есть те проявления изменения климата, которые мы, ну может быть, ярче всего видим, и с ними мы должны как бы жить и к ним адаптироваться. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, телефон WhatsApp 2-3-0-6-1-91, у нас в гостях руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круминя. Раз уж вы руководитель отдела прогнозов, у меня такой вопрос, по моим ощущениям, очень субъективным прогнозы за последние там лет 10-15-20, прогнозы погоды, я имею в виду, стали намного более точными, потому что, если я там помню, в моем детстве это была одна из темы для шуток, что вот если пообещали дождь, значит, можно зонтик брать с собой, не брать, то сейчас наоборот, вот читаем мы каждый день прогноз погоды, и на следующий день вот такая температура устанавливается. Можно ли говорить о том, что все вот с каждым годом, все лучше и точнее, и на больший период времени можно прогнозировать погоду? Конечно, эта отрасль развивается очень интенсивно, и качество прогнозов за последние десятилетия, оно очень выросло. Ну, такое сравнение, которое можно привести, то это, ну, если какой-то вот определенный уровень оправдываемости прогноза, например, на четвертые сутки было для прогноза, который, ну, как правильнее сказать, для прогноза за благовременностью, три дня, если он раньше оправдывается на какой-то уровень, то в наши дни это уже, как минимум на четыре дня уже оправдывается также этот прогноз, и в принципе каждое десятилетие дает вот это улучшение как бы на один день качеству прогноза, и да, еще лет 30, может быть, чуть больше даже обратно, ну, прогнозы на пятый, седьмой день, они были, ну, с очень большими, как бы можно сказать, ошибками, и им доверять еще было очень-очень тяжело, то в наши дни вот эта тенденция развития погодных условий на 5, 7 и даже 10 дней, ну, она уже проявляется, и, может быть, нельзя говорить про, ну, такие очень-очень конкретные, и детали уже по часам конкретные, нам и количеству, там, например, осадков на 5-7 дней, но в целом проявление вот тенденции будет или это волна тепла, или волна холода, будет ли это ветреный период, или тихий и спокойный период, вот в таких масштабах уже в наши дни, в этой средней продолжительности, мы можем говорить, ну, с довольно большой уверенностью, и, конечно, развиваются также прогнозы на месяц, сезон вперед, в этой отрасли тоже работает очень-очень много. У нас звонок, давайте мы его примем. Доброе утро, здравствуйте. Добрый день. На мой взгляд, деревья должны спасти планету. Вот вы поймите, ведь шоссе, автобаны, ведь сколько это все вырублено, это, ну, это, правда, должно все человечество. Понять, что где только можно сажать деревья. Восстановить эти джунгли в Южной Америке, и тайгу тоже возрождать. То есть вырубка леса идет, она должна, ну, в общем, зелень должна восполняться, это вот деревья, где только возможно сажать. Ведь вырубается же очень много всего. Спасибо. Ну, это я не знаю, это какой-то... Это больше комментарий, да? Да. Но это, кстати, немножко... Ну, мы согласны с этим. Да, конечно, я согласна. И по поводу как раз прогнозов, и, на самом деле, немножко даже связано с комментарием звонившей нам женщины, насколько государственные учреждения прислушиваются к вашим прогнозам? Ну, например, вот, вы сказали, ваше качество прогнозов увеличивается, обращаются ли к вам там службы с тем, когда начать отопительный сезон? Потому что вы можете точно сказать, что через 4 дня будет мороз. Давайте мы уже пораньше его начнем, чем планировали. Или у вас нет такого какого-то контакта? Если вот вы сказали о сфере энергетики, то это в нашей стране одно из тех сфер, с которыми мы сотрудничаем, наверное, ну, почти что... Ну, очень-очень тесно, да. Ну, не энергетика, а коммунальные службы. Можно говорить в целом коммунальные службы или Риги, или других городов. И в целом вот энергетика, да, с ними мы сотрудничаем очень много, даем им очень-очень много информации каждый день с очень разной детальностью. На ближайшие часы, на ближайшие дни, на ближайшие недели поток информации очень интенсивный. А с каким учреждением вам хотелось бы более иметь тесную связь? Ну, например, вот у нас слушательница говорила про высаживание деревьев. Не можете ли вы как-то, не знаю, ограничить вырубку лесов через Латвия, Свалс-Смэжи, например? Или что-то такое? Ну, дать рекомендации какие-то. Ну, это в целом рекомендации. Все это уже делается и на государственном уровне. И тут я думаю, что наше учреждение, может быть, не будет именно так, которое создаст какой-то закон, который они должны брать во внимание. Это все-таки делается уже на таком более высоком политическом уровне. И это в целом делается, тут нельзя сказать, отрасли, где хотелось бы более интенсивно сотрудничать. Одна, конечно, это и сельское хозяйство. Я думаю, что это еще... У вас сейчас нет контакта? Не, ну мы с ними сотрудничаем, но сотрудничество могло бы быть наиболее тесное, и выгода для этой отрасли, она могла бы быть намного еще больше. Я думаю, что тут еще не все раскрыто и не все как бы использовано, что можно было бы использовать. А можно чуть поподробнее, как вы могли бы еще помочь сельскому хозяйству? Ну, конкретные прогнозы, информация для конкретных регионов, то же самое, например, прогнозы. Даже мы уже создаем такие прогнозы, они, может быть, не настолько интенсивно используются. Например, если надо обрабатывать какими-то химическими веществами свои поля, чтобы это не делать в погодные условия, когда они неблагоприятны для этого. Ветреную, например. Например, ветреную, влажную погоду, или через несколько часов прогнозируется дождь и так далее. Значит, это может быть сделано, но оно будет неэффективно. Это один из примеров. А это связь, как вы считаете, с государственными институциями, должна быть с Министерством сельского хозяйства или с конкретными фермерами? То есть, вот этого региона. Это могло бы быть и в государственном уровне, и, может быть, в таком индивидуальном уровне, потому что, если это будет сорганизовано где-то больше, может быть, и на государственном уровне, это могло бы быть более эффективно еще, если такие инструменты создавались бы, где все сельскохозяйственники могли бы использовать эту информацию. То же самое, например, в последние годы у нас была очень интенсивная засуха, которая принесла то, что потери были очень-очень большие. Конечно, не все это возможно спрогнозировать, но создавать инструменты более для того, чтобы сельскохозяйственники могли бы застраховывать свои посевы и потом получить какие-то компенсации. А страховые компании, конечно, тоже заинтересованы в получении такой информации? Вот после последних засух начались первые шаги и сотрудничество именно с этими страховыми компаниями, чтобы создать инструменты для сельскохозяйственников в этих ситуациях. Ну и тоже самое интенсивное ливни, например, в летний период тоже. У нас уже 17-й год, помним, конец августа, восточную часть нашей страны, Латгалию, где были затоплены огромные... А можно говорить о каком-то очень долгосрочном прогнозе, условно говоря, сейчас, прогнозировать, каким будет следующее лето? Ну, то есть, будет ли засуха, будет ли дождливая погода? Вот именно за полгода, может быть? В наши дни именно вот такие исследования научные в этом плане и разработки также довольно интенсивно производятся. К сожалению, Европа, наш регион, тот, для которого такие вот сезонные прогнозы создаются с очень большими трудностями, потому что, ну, у нас процесс определяется так называемыми атлантическими циклонами больше всего, и вот их прогнозирование в таком сезональном масштабе еще очень-очень тяжелое. Но нельзя говорить, что в наши дни уже информации нет, и она становится все качественнее. И в ближайшие годы, я думаю, что мы это развитие почувствуем, и информацию можно будет использовать все более интенсивно и эффективно. У нас очень активно звание слушателей. Давайте это сразу пытаемся принять. Несколько? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, озвучить гостя может ли сумму бюджетную? Раньше было 3,5 миллиона. Сколько в 2020 году выделено денег правительством на содержание этой структуры, которая, в принципе, почти что не нужна. Мы не пользуемся интернетом, мы пользуемся гейс-метео, которым отношения латвийская метеослужба не имеет. И не лучше ли эти деньги куда-то целесообразней использовать или урезать на 70%? Потому что получается, что если зайти в эту службу, то людей очень много. Никакое сокращение этим людям не грозит, они все при делах. А вы часто заходите в метеослужбу, пересчитываете? В метеослужбу нет. Я не пересчитываю людей, информация такая есть. По статистике посмотрите в службе занятости, сколько трудоустроено этих людей, которые занимаются, в принципе, бесполезной работой. Спасибо за ваш комментарий. Давайте развеем этот вопрос на две части. Первый, сколько, какой у вас бюджет? Я не буду человек того уровня, который может в целом говорить про бюджет. Тогда вам надо приглашать сюда в студию как будто из руководителя нашего центра, и они тогда более детально уже смогут рассказать про эти вопросы. Хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, нашему слушателю о том, какую пользу приносит латвийский центр. И вообще, связан ли он? Потому что такое ощущение, что латвийский центр работает отдельно, а вот Всемирная метеорологическая организация отдельно. Если даже призванный сайт, который был Гесметио, чтобы создаваться прогнозы там, также нужна информация с нашего метеоцентра. И, например, все наблюдения за погодными условиями, которые делаются в Латвии, они отправляются по сетям, вот по этой организации, которую вы упомянули, Всемирная метеорологическая организация, они отдаются Всемирным центрам расчетов, и тот же самый сайт Гесметио, который создает эти прогнозы. Для того, чтобы рассчитывать для Латвии, используется вся наша информация, наблюдение на наших метеостанциях, наблюдение, которое мы производим, так называемое, например, радиозондирование. Анализ этих данных, наверное. Да, так что и в этих центрах не могли бы создавать для нашей территории качественные прогнозы, если бы мы не работали. Так что это все очень-очень опять тесно связано, и все страны мира обмениваются своими данными. Если раньше мы это делали раз в 6, раз в 3 часа, то сейчас уже переходит на то, что мы обмениваем все информации каждый час, и планируем уже в ближайшее время обмениваться нашими данными наблюдений раз в 10 минут. Еще один звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли у нас эти 20-30 лет, которые нужны для того, чтобы посаженные деревья принялись, выросли, и оказали бы какое-то влияние на улучшение климата? Может быть, эффективнее было вводить какие-то ограничительные меры? Ну, помимо того, что ограничивают выбросы, ограничительные меры на использование личного транспорта? Это первый вопрос. И второе. Вот я, например, наблюдаю за погодой, за поведением птиц. Кстати, и за изменениями в том, в каком количестве птиц у нас есть, и какие птицы исчезают, например. Вот если птицы интенсивнее и чаще прилетают к моей кормушке, и их больше, это значит, ожидается похолодание. Ну, во всяком случае, вот так вот осенью, зимой и весной. Если они реже начинают прилетать, и поменьше этих птиц прилетают, и лесные птицы не прилетают, это кормушка в городе, значит, будет опять потепление. Спасибо. Спасибо. Ну, начнем с первого вопроса. Есть ли у нас действительно время на... Ну, если вы можете такой прогноз дать, то есть пока... Если мы сейчас действительно восстановим леса и так далее, хватит ли этого, чтобы как-то сдержать это глобальное потепление? Ну, надо работать во всех направлениях. Не только делать какие-то законы и что-то запрещать или заставлять, использовать какой-то другой транспорт, например. Это тоже надо делать, но и в то же время надо сажать, и тогда только вот это все вместе привезет каким-то реальным результатом. И вот по поводу птиц, на самом деле, у меня тоже был вопрос, был, насколько... Я не знаю, просто занимались ли вы таким исследованием, но есть огромное количество народных примет касательно именно погоды, и в отличие от других примет, у них есть какое-то обоснование какое-никакое. То есть, например, птицы низко летят, будет дождь, понятно, потому что высокое давление, с этой птицей не могут подняться выше, и высокое давление, она приближает дождь и так далее. То есть это можно теоретически объяснить. Вы вот как-то, не знаю, проверяли, насколько эти приметы, которые были придуманы еще тысячелетиями назад, насколько они работают в наше время? Это даже не птицы не могут подняться вверх, а именно то, что они едят эти маленькие... Они не могут подняться вверх, и из-за этого птицы летят так низко. Сама птица еще настолько... На птицу не влияет настолько самоатмосферное давление. Ну, это такой очень вопрос, к которому можно смотреть и который можно анализировать очень обширно, да. Никогда не буду верить, если кто-то скажет, что если там в определенную дату, не знаю, все равно это 10 ноября, или, ну, я уже абсолютно теперь так гадаю, там 3 марта наблюдается, не знаю, там заморозки, или очень тепло, то тогда, например, там на Лигуа или на Рождество будет то-то, то-то, то-то. Вот для этого объяснения никогда не найду. Вот вы про птицы сказали, да. Например, еще такое, что если там говорят, что если небо закрашивается вечером, там красное, то на следующий день ожидается, или в ближайшие дни ожидается, что будут осадки, например. Поэтому, да, вот есть какие-то законы физики, которые это объясняют. Но это краткосрочные, получается, прогнозы. Но это такое более краткосрочные прогнозы. В таком плане, как на очень большой, на большую заблаговременность на сезон и вперед по таким приметам предсказывать, ну, я не вижу такой, не находили мы таких очень каких-то связей, нельзя сказать, что очень... Мы не искали очень глубоко. Но даже из той теории метеорологии, физики, которую мы знаем, изучали и используем в ежедневной работе, ну, тут нет таких однозначных правил. Да, мы можем говорить о каком-то, может быть, цикличности в атмосфере, которая приходит. И если у нас проявляется, например, устанавливается там какие-то ветра одного направления на более продолжительный период или в этот период уже сохраняются какие-то определенные погодные условия, что они еще сохранятся там неделю, две или больше, вот где-то можно тут найти правду, потому что, и да, реально, в атмосфере все процессы, они идут с каким-то циклом и меняются, ну, они не меняются так из-за дня в дня, очень-очень резко, хотя сами процессы, может быть, мы чувствуем, что один день солнечный, другой опять дождливый, но это все ведет, как бы, идет одно за собой, да, но так просто говорить, что вот если где-то что-то наблюдается, и тогда вот зима вся будет такая. Ну, вот есть такие, да, приметы, что вот если там на какой-то определенный день там идет дождь, там все эти, но это мне сразу, у меня вызывает историю, когда, по-моему, съемки шли в Голливуде на территории индийского резервации и все время приходили к шаману узнать, какая будет погода, и вот шаман индийский говорил, очень точно предсказывал погоду, и однажды к нему приходят, говорят, какая, говорит, не могу сказать, радио сломалось, то есть вот. Ну, да, несколько таких анекдотов это уже. Чтобы от наших слушателей, от вас были не только вопросы и претензии, вот нам слушательница пишет, от меня спасибо за сайт Метео АПЛВ и за радар, который показывает осадки. Вот такая напрямую благодарность вам просто. А вот как можно стать метеорологом, скажите, пожалуйста, вот если есть люди, которые хотят, вот куда им нужно обращаться, какое специальное образование нужно получать? Метеорология – это отрасль физики. Так что в целом надо было бы изучать физику, чтобы стать метеорологом. К сожалению, ни в одном университете такая программа в Латвии не существует, и это одна из очень-очень серьезных проблем также для нас, с которой мы боремся уже, можно говорить, десятилетиями, чтобы мы вынуждены сами обучать, проводить стажировку своих специалистов на месте в метеоцентре, и потом уже искать возможности в международном масштабе, где мы можем отправлять дальше, чтобы наши специалисты повышали свои знания. Какие у вас требования к тому, чтобы… То есть, например, к вам может прийти психолог, я хочу стать метеорологом, тут я понял, зря получил образование, но у меня нет никаких точных знаний, или все-таки у вас есть требования, там, ну, то же самое физика или география? Конечно, да, это вот именно, например, чтобы работать с синоптиком, который создает прогнозы для авиационных направлений, это не только какие-то, ну, такие наши требования или в целом что-то, что нужно знать, но тут уже очень определенные правила в международном уровне, и если человек им не соответствует, то он не может работать с синоптиком в этой отрасли. Так что мы вынуждены искать, учиться и сотрудничать в международном масштабе, чтобы наши специалисты знали все необходимое и умели эти знания использовать для того, чтобы составляли прогнозы. И да, в этом плане очень-очень много работаем также. Выпуск уже понемногу подходит к концу, и хотелось бы уже задать последний вопрос. К сожалению, так как уже декабрь, такой, наверное, самый ожидаемый вопрос, насколько вы, конечно, можете, насколько у вас хватает знаний и возможности прогнозировать так надолго, что можете сказать про 2020 год в целом? Он будет продолжать ту же тенденцию, что жарко, душно, много теплых дней, или наоборот, у нас есть какие-то, может быть, более позитивные изменения? Ну, наверное, про весь год в целом сейчас еще говорить очень-очень тяжело и смотреть на летние прогнозы. Да, какая-то информация рассчитывается. И в таких масштабах она есть. В целом уже очень доминирует то, что, например, тенденция того, что и зимний сезон, и также летний сезон будет с температурами около нормы или выше нормы, это почти что на каждый сезон. Ну, если мы сравниваем климат, это мы должны смотреть как минимум на 30-летний период данных, которые собраны у нас. И, конечно, вот при этих изменениях климата вероятность того, что у нас зимы теплые, и также в летний период наступают волны жары, то всегда эта вероятность намного больше того, что у нас будет какая-то очень-очень стабильно холодная зима с температурами ниже нормы. Вероятность таких процессов, к сожалению, в последние годы очень-очень уменьшается. Спасибо, у нас в суде была руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круменя.